МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие студенты! Сердечно рад приветствовать вас среди знатоков православной культуры. Пусть богатое наследие святого православия станет для вас путеводной звездой, которая будет вести вас среди волн Житейского моря ко спасению своей души и окружающих вас людей. Божие благословения да пребудет с вами! Бог вам помощь! Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня на нашем телеконкурсе знатоков православной культуры «Зерно истинное» мы познакомимся с командой Олесей Каличиной. Это команда из студенческой лиги Евпаторийского института социальных наук город Евпатория. В ее составе как студенты, так и выпускники этого вуза. Итак, встречаем Юрий Тиханович. Он уже окончил Евпаторийский институт социальных наук и работает научным сотрудником Евпаторийского краеведческого музея. Агния Кабитова, студентка. Виктория Митюрёва, выпускница института. Жанна Феночка. Мария Базарова, студентка музыкального училища. Виктория Лопатина, преподаватель. Ну, а сейчас я представляю капитана команды. Это Олеся Каличина. Как всегда, напомню, нашим знатокам предстоит ответить на семь уважаемых телезрителей ваших вопросов. И выбор первого вопроса совершит сейчас Юрий Тиханович. Он сделает это при помощи кнопки выбора вопроса и компьютерной программы случайных чисел. По удару гонга, Юрий, нужно будет нажать на кнопку. Вопрос номер пять. Артём Матухна из города Одесса, Украина, задаёт вам свой вопрос. Но вначале я хотел бы спросить у вас, Юрий, вы помните, что такое Евровидение? Конечно. И что же это? Конкурс песен в Европе. Весной 2007 года Мария Шерифович выиграла конкурс Евровидения благодаря ей. А вот американская актриса Этель Барримор как-то сказала, «Если судьба бросает тебя на колени, вставай. Если она бросает тебя на колени снова и снова, что ж, это лучшая поза для неё». Назовите, пожалуйста, через одну минуту. Кто же она? Время. Молитва. Это была песня. Молитва. Можно досрочный ответ? Да, конечно. Ещё не истекло. 20 секунд с момента начала обсуждения. Кто ответит досрочно? Кобитова огня. Молитва. Сейчас вы прослушаете правильный ответ. Можно взяться за руки. Знатоки, за столом взяли за руки. Выше руки подняли. Выше. Так музыке поприналось. Это очень красивая песня. Может, так музыке позначайтесь немножко. И таким образом счёт становится 1-0 в пользу команды знатоков. Второй вопрос для своей команды выберет сейчас Агния Кобитова. Вопрос номер 3. Сборная команда знатоков православной культуры из города Старый Оскол Российской Федерации задаёт вам свой исторический вопрос. Иван Васильевич Грозный, веря в крестную силу креста святой Ефросиньи Полоцкой, который в то время был в царской казне, взял его в поход на Полоцк в 1563 году. Есть версия, что он поклялся вернуть крест на прежнее место, но только лишь в одном случае. В каком? Время. Если возьмёт этот город, если победит, если они сами сдадутся без боя. Сдадутся, победят ещё. Полоцк, правильно? Ну, Евросиня Полоцкая, и это Полоцк. Без кровопролитий, без жертвы. Что ещё можно? Ван Грозный, да. Так, если сдадутся, если они верующие, может быть... Нет, они были верующими. Если держат победу, либо если сдадутся, то они сами сдадутся. Без боя. Или победа будет... Если крест откроет им... Прекрады. Да, если они крестным ходом войдут, то... Может, если крест спасут. Что, крестным ходом пройдут? Если они вернут крестным ходом, как варианты, пройдут. И без... Без... Без вопролития. Или если без боя, или если победёт. Если они с крестом пойдут... В любом случае, результат должен быть положительный. Да. Ну... Будем считать, что всё без боя. Без боя, да? Юр, походу, что-то... Пусть он и урага сейчас будет. Ваше время истекло. На этот вопрос ответит Юрий. Наша команда считает, что это случится лишь в том случае, если удастся взять город без боя. Но вот иногда знатоки отвечают на те вопросы, которые у них не спрашивали. Взять город, как взять город, каким количеством. Если победят. Итак, скажите ещё раз, пожалуйста, всё-таки без боя или если победят. Что вы одно выбираете? Если возьмут город, если победят. Что и было исполнено, несмотря на высокую ценность креста. 2-0. Вашу пользу. Я объявляю музыкальную перемену. Белые панамки. Поёт для вас Гулияна Новополоцкая. Солистка вокальной стульки. Звонкие голоса. Белые панамки. Котик со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Четвертый вопрос выберет сейчас Жанна Феночка. Жанна окончила Евпаторийский институт социальных наук по программе «Экскурсоводы Крыма». Очень любит путешествовать, изучать историю и культуру разных стран. Жанна, а удалось ли вам побывать в какой-то стране? Да, конечно. И в какой же? В Франции, например. Что вы там особо заметили, что вас поразило, удивило? Жизнелюбие людей. Ну что же, путешествие – это всегда повод обогатить свой багаж не только знаний, но и прежде всего чувств. Вопрос номер одиннадцать. Жанна, а скажите, пожалуйста, может быть во Франции, а может быть и здесь у нас в России, вы видели, как священнослужители дарят друг другу какие-то подарки? Не доводилось вам? Возможно. Возможно. Ну давайте представим, что могут подарить священники друг другу, например. Ну, например, домохозяйки могут подарить друг другу сковородку там, или же кастрюлю особую. А вот священнослужители, что могут подарить друг другу? Крест. Крест. Например, крест. Крест-крестик. Да. Ну хорошо. Но, как вы поняли, Жанна, это еще не сам вопрос, да? Это пока была только разминка. Внимание, вопрос. Папа Римский и патриарх Московский и всея Руси обменялись дарами во время исторической встречи в аэропорту Гаваны, о которой, кстати, мы уже вспоминали на прошлой неделе, когда за этим конкурсным столом сидела команда из родительской лиги города Белогорска. Так вот, именно тогда, в тот день, в аэропорту Гаваны, понтифик подарил патриарху частицу мощей. А вот какую, какого святого, точнее, через минуту предстоит назвать вам. Время. Николай Чудорец. Николай Чудорец. Возможно, еще варианты. Так, подождите, Гавана подъявлена. Я не уверена. Подожди. Апостола Петра. Глава Петра. Но я больше за Николая Чудорцем. Николай, Петра, есть версия? И Анкристина. По-моему, это и Николай Чудорцев, потому что нам специально из Барри вытаскивали кусочек. Топ-ти потом, после этого, по-моему, еще в Москве было... Нет, нет, нет. Поиск Богородицы, это другое. Так, подождите еще. Нет, я не понял, что Николай Чудорцев. А, там еще потому что шутки были потроху. А, действительно. Николай. Мы не успеем досрочно? Нет, мы досрочно не успеем. Нет, поэтому говорю, мне Кудорцев. Николай Чудорец. Я за этот вариант. Наверное, да. Потому что я много слышал. Я тоже читала на памяти. А, с Витогородцем? Да, с Николай Чудорцев. С Витогородцем, с Витогородцем, не знаю. Так, еще давайте подумаем. По-моему, как раз там был момент, когда его... Здесь вообще Николай Чудорцев. Изъятие было. Николай Чудорцев. Может, Маша? Все. Маша, следишь? Давай, Маша. Итак, ваше время истекло. Завершилась минута обсуждения. Капитан команды, кто же попробует ответить на этот вопрос? На этот вопрос ответит Мария Базарова. Уважаемый ведущий, наша команда посовещалась и решила, что это была частица мощей Николая Чудотворца. Ну, это, безусловно, великая святыня. Вот. Несомненно, потому что, например, когда в вашем городе Ивпатории один из крупнейших храмов святителя Николая, митрополит Лазарь, я знаю, довольно часто привозит для поклонения верующим и духовенству частицу святителя Николая, которая хранится в Симферополе. Как вы догадались, наверное, не только в Симферополе. Наверное, патриарху Кириллу нечто другое, созвучное его имени, должен был подарить понтифик. Внимание, правильный ответ. Это была частица святого равнопостного Кирилла, учителя славянского небесного покровителя святейшего патриарха. Телезрители заработали первый балл, и счет становится 3-1 в вашу пользу. И я объявляю еще одну музыкальную перемену. Для вас поет Екатерина Лагутина, а песня называется «Тишина». Заворни, не будь больше весен, заворни. Заворни, не будь больше весен, заворни. Заворни, не будь больше весен, заворни. Субтитры делал DimaTorzok 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 В настоящее время Мария студентка теоретического отделения Симферобольского музыкального училища имени Чайковского. Она играет на фортепиано, занимается вокалом, поет на клиросе в храме, любит вышивать бисером, заниматься дайвингом. С увлечением познает удивительный подводный мир Черного моря. Вопрос номер один. Конечно, вы не можете, да и вряд ли кому-то это доступно, знать все церковные исторические события, которые происходят на огромной территории канонической русской православной церкви. Но если будете все же внимательны, то я надеюсь, что ответите верно на этот вопрос. 27 сентября 2011 года патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Евслуцкий Филарет возглавил торжества в связи с 85-летием со дня создания креста преподобной Евросинии Полоцкой в одном из соборов Полоцкого Спаса Евросиниевского женского монастыря. В этот день в этом соборе отметили престольный праздник. Что это был за праздник? Время. Да, конечно. Можно доставить? Уже нельзя. Может быть мы еще пообсуждаем? Что мы можем осуждать? Ну ладно. Не, ну может ваша версия? Не, ну у меня тоже вариант с крестом были же всего. Он делает то, что в этот день празднуется, день воздействия. Да, и также и Простиния Полоцкая. Все сходится. Вроде как да. И причем 85 лет создания. Капитан команды, будет ли ответ на этот вопрос? Да, на этот вопрос ответит Митерева Виктория. Наша команда посовещалась и решила, что этот праздник называется Крестово сдвижение. Ваша команда абсолютно правильно посовещалась и правильно решила, и счет становится 4-1. Шестой вопрос для своих друзей выберет Виктория Лопатина. Умно. Вот сейчас накаркаешь. Один за всех, колорец. Вопрос номер 10. Это вопрос, который задает вам Ольга Владимировна Дубинина, музыкальный редактор нашего конкурса. А записала на его на айфон. И по одному из мессенджеров передала на наш конкурс. По интернету наш адрес вы видите сейчас на экране. www.snotaki.artox.ru Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я, Дубинина Ольга Владимировна, хочу задать вам вопрос. Ее с уверенностью можно назвать первой святой, прибывшей в Америку. Как же назвали ее испанцы, которые прибыли на Новый Академию? Ну, перед тем, как приготовиться к ответу, вы помните, что такая страна Испания. Кстати, какой город и является ее столицей? Мадрид. Совершенно верно. Я добавлю только, что население Мадрида 3 миллиона 165 тысяч человек. Ну, это я сказал так, для того, чтобы вас больше запутать. Итак, как же называли видевшие ее испанцы первую святую? Время. Так, подожди, а в Америку... Может, хоть из кораблей испанский, хоть или из колонбаса. Девочки, ну, самое известно, что у нас там. Санта-Мария, Санта-Лючия, что там еще. С Марии, Святая Мария, а на испанском... А как Мария? Санта-Мария так и будет. Девочки, вот это Санта-Лючия. Санта-Мария корабль, так как он бы назывался. Санта-Мария. Так, еще осталось. Как раз он мог прийти из Америки в Испанию. Да, подождите, а Святая? Святая, а Мария? Санта-Мария, по имени корабля. То есть, это такая, может быть, обманывание. Санта-Мария, Мария, подождите, а Богородица куда потом ходила? Богородица, дочка, вообще неправильно думала. Может, какого-то еще какие-то мысли есть. Да, еще варианты. Так. Мария, Санта-Мария. А тут этот вариант больше всего нравится. Надеюсь, что-нибудь субтитры еще. Кстати, да. Давайте возьмем помощь зала. Да, какие еще американцы есть. Помощь зала можно взять. Итак, уважаемые капитаны команды, у вас есть ответ на этот вопрос? Мы хотим попросить помощь зала. Пожалуйста, если клуб готов помочь, то сделайте это. Родители бегут на помощь своим родным студентам. Не беда, что они в разных вузах, в разных районах. А какая это святая? Что это? Может, Богородица? Санта-Мария, это и есть. Присвятая Богородица? Присвятая Богородица, которая в Америку прибыла? Ну, а почему нет? У них же как-то читание. Да. 20 секунд отводится на помощь зала, время истекло. Так. Или берем минуту еще? Нет, давай уже отвечать. Нет, уже если взяли помощь зала, уже минуту не возьмешь. Ответит капитан команды. Мы считаем, что это Святая Мария, а в Испании Санта-Мария название. Так как есть в Испании и также в Америке почитание Святой Богородицы Марии. И вот что, она так вот прям пришла туда, в Испанию? Нет, просто скажи Санта-Мария. Тишина, только отвечающие. Ну, на корабле плыла... Простите, нет, сам корабль назывался Санта-Мария. А теперь, внимание, я не говорю, что вы ответили правильно, потому что это был телевопрос. Внимание на экран. Внимание, правильный ответ. Испанцы называли ее Санта-Мария. Да! Я добавлю лишь, что так назывался флагманский корабль Христофора Колумба. Пять-один в пользу команды знатоков Олеси Каличиной из Епатерийского института социальных наук. И сейчас седьмой вопрос выбирать не придется, потому что настало время вопроса на заданную тему, который подготовили вам ваши друзья, старшие товарищи, члены сборной знатоков профессиональной культуры из Родительской лиги, город Белогорск и Белогорский район. Внимание на сценическую площадку. Мама, я так очень устала, мне тяжело учиться, мне так все надоело, у меня нет времени на личную жизнь. Ну, дочечка, ну ты же сама хотела стать врачом. Помнишь, мы с тобой говорили, что это замечательная профессия, благородная, помогать людям, спасать их. Для тебя примером всегда был Святитель Лука. Ты просто устала, надо немножко отдохнуть, потерпи немножко. Да, мама, я, наверное, очень устала. Я ведь правда хотела выбрать профессию доктора и помогать людям, а теперь отступаю. Я постараюсь. Давай мы договоримся так. Ты сейчас соберешься, выучишь все свои задания, успешно сдашь экзамены, а летом мы с тобой куда-нибудь поедем. Например, в Дивеево ты давно там хотела побывать. Хорошо, мама, я постараюсь. Все, иди учи. Тяжело в учении, легко в бою. Прошли годы. Здравствуйте, уважаемая Ирина Александровна. Очень хотела поблагодарить вас за вашу дочь, прекрасного врача, Елену Васильевну. Нашей бабушке стало плохо, и она провела ей успешную операцию. Передавайте, пожалуйста, ей поклон. И вы передавайте бабушке поклон от нас с Леночкой. Всего вам доброго. А кто-то когда-то не хотел учиться. Уважаемые знатоки, через минуту назовите притчу, о которой мы думали, когда писали эту небольшую сценку. Итак, уважаемые знатоки, что бы все это значило? Да, о семьях, о почве хорошие. Да, о талантах. О почве, которая потом... Которая один хотел идти, как это, или о двух семьях, которая походила, о талантах, который не пошел. Да, в том-то и дело, что здесь был один человек. Один человек. Да, таланты тоже не подходят. О почве. Почве. Или о семени, которую... О семени, которые... О семени, которые все плоды. Так, и еще о чем. Смотрите, тут упоминался пример святителя... Светитель Лукой еще. Нет, это век... Ну, лекарственное, да, что-то. Так, подожди, а еще что? Семена почвы. Ну, может быть, что-то, что воспаряет? Смотрите, сначала результата не было, сначала не было результата, а потом... А, смоковница, может быть, которая через время зацвела? Да, может быть, смоковница вполне. Так, есть еще вариант... Так, потом еще можно что? Посмотрите, она, если бы она... Прохлеба можно. Прохлеба. Нет. Похоже. Прохлеба не совсем. Мне кажется, что это знакомница. А закласски? А закласски? Потом прошло... А закласски, но там была и плохая. Я прошу остановить обсуждение. Итак, уважаемые знатоки, будет ли у вас ответ на этот вопрос? Да, ответит капитан Кабан. Вы уверены, что вам надо отвечать именно сейчас? Может, минуту взять? Нет, вы со мной советуетесь? Мы берем еще одну минуту. Итак, у вас есть такая возможность, время пошло. Так. Трудишься, 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 и только тогда результат. Сначала не было его. В том-то и дело, что сначала... Она сначала не хотела, потом захотела. Ну вот, как раз здесь не хотела и захотела. Сначала же смоковница не цвела, а потом... Да, а потом сказали, время, давайте вот подождем, давай вот... И время пошло. Ну, время, это вообще талант, похоже, но... Ну, время талант. Но таланты не подходит, тут только... Смоковница три года, да. Подождите, по-моему, да? То есть, просто непосредственно на то, что усилия надо приложить как-то... Да, без труда не будешь. Да. Итак, вновь второй раз уже за это задание звучит гонка. Это значит, что закончилась дополнительная минута. Олеся Каличина, ответ ли будет у вашей команды на этот вопрос? Да, мы посовещались с командой и решили, что это притча о закваске. Что это притча о закваске. Давайте попросим ваших старших товарищей, членов родительской лиги знатоков православной культуры из города Белогорска, сказать, что же это было на самом деле. Вы молодцы и хорошо знаете притчу. И правильно назвали притчу, которую мы вам показывали. Молодцы, я вас поздравляю. А я предлагаю взглянуть на монитор и увидеть, что счет таким образом становится 6-1 в пользу команды Олеси Каличиной, знатоков православной культуры из студенческой лиги в Патарийском институте социальных наук. Итак, уважаемые знатоки, вам нужно будет выбрать сейчас самый интересный вопрос. А пока вы это делаете, я выйду к вам для того, чтобы огласить решение Совета Старейшин, кто был сегодня лучшим знатоком православной культуры среди вас. Самый открытый вопрос. Кто был про филарет, а про кресло с Держней Креста? Мне кажется, самый легкий. Нет, мы говорим о самом интересном. Санта-Мария была такая подмена, что ты думаешь о человеке, а там корабль. Да, скорее всего, сам поедем. Там вопрос самый классный, мне кажется. Именно исторический подковный человек должен был отличать. Ладно, давайте. Который должен сдать эту аспирантуру, да? Уважаемые знатоки, у вас сегодня была, пожалуй, самая динамичная игра в этом сезоне, из тех, которые нам довелось видеть. Наверное, потому что ваша команда была достаточно не только подготовлена, но и весьма дружна за своим конкурсным столом. Очевидно, вы собирались несколько чаще, чем другие. А значит, у вас был хороший капитан. Поэтому совет старейшин сегодня решил, что эта книга и книга об иконе Богоматери Адигитрии Тихвинской достанется Олесе Каличиной, вашему капитану. Ну а сейчас самое время узнать, какой вопрос вызвал у вас наибольший интерес. Наша команда посовещалась, мы все дружно выбрали десятый номер вопроса про корабль Санта-Мария. Про корабль Санта-Мария. Ну что ж, замечательный выбор, он действительно запоминающийся. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся сегодня с нашими знатоками, с нашей командой из Афгатарийского института социальных наук. Как всегда, на экране вы видите сейчас наш адрес, по которому наши знатоки будут с нетерпением ждать ваших новых вопросов. Пишите нам, Российская Федерация, Республика Крым, почтовый индекс 295-011, улица Героев, Аджимушкая, 9-11, редакция конкурса «Зерно истины». А наш сайт, tranoiw.znataki.artox.ru, я уверен, поможет подготовиться новым командам к участию в нашем конкурсе, и тем самым расширить круг наших знатоков православной культуры «Зерно истины». До новых встреч, ангелы-хранители, всем вам, до свидания. Спасибо. Продолжение следует...